LG приостановила поставки своей продукции в Россию. Вот с такой новости мы начинаем сегодняшний выпуск. Меня зовут Андрей, вы на канале Instarting Новости. Поехали! Южнокорейская компания LG Electronics сообщила о приостановке поставок всех своих товаров на территорию Российской Федерации. Проще говоря, LG вслед за Apple и многими другими крупными брендами помахала ручкой территории России и ушла в закат. Официальное заявление производителя опубликовано на сайте компании. Друзья, пока я буду вещать вам эту новость, предлагаю вам к просмотру видеоряд о различных крутых продуктах LG, которые, собственно, на территорию России пока заезжать не будут. Надеюсь, что пока. Ну так вот, компания отмечает, что будет следить за развитием ситуации. Конкретные причины принятого решения не уточняются. Также неизвестна судьба завода в подмосковном Дорохово. Основные направления деятельности LG Electronics связаны с производством бытовой техники, а также телевизоров, мониторов и компьютеров. Что хочется заметить, что LG далеко не первая компания, свернувшая за последнее время деятельность в России. Та же южнокорейская Samsung некоторое время назад заявляла, что приостановила поставки своей продукции в России. LG и Samsung обеспокоены решением судоходных компаний приостановить большую часть поставок в Россию из-за санкций. Компании отмечали, что у них достаточно сырья и комплектующих для производства продукции в России. Как я и сказал, LG принадлежит завод по производству телевизоров и бытовой электроники в Подмосковье. Samsung также владеет заводом по производству телевизоров в Калуге. Эксперты предупреждали о возможных сбоях в работе российских заводов при остановке деятельности судоходных компаний на длительный срок. Они предполагали, что корейским производителям придется перенести производство из России в другие регионы. Зарубежные компании начали приостанавливать поставки, а также прекращать инвестирование в свои российские проекты с конца февраля. 18 марта ученые Ельского университета заявили о 400 таких организаций. Поставки приостановили в том числе Apple, Xerox и Asus. В общем, насколько все это затянется, никто, конечно же, не знает. И будут ли работать заводы, находящиеся на территории России, тоже неизвестно. В общем, продолжаем следить за развитием событий в мире технологий. Друзья, вы заметили, это новый формат для нашего канала. Мы посчитали его актуальным, так как Apple, LG, Samsung и другие IT-гиганты являются большой частью технологического мира, собственно, о котором мы и вещаем на нашем канале. Такие новости будут выходить гораздо чаще, поэтому подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск, который выйдет уже совсем скоро. Делитесь этим каналом с друзьями, пишите в комментариях свое мнение. В общем, важна любая обратная связь и поддержка от вас. С вами был Андрей, канал InStarting Новости. Я желаю вам мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok